Для четвероклассницы Миланы этот пришкольный лагерь не просто площадка, где можно от души побегать и вдоволь повеселиться. Это еще и место, где удалось найти новых друзей и научиться полезному в игровой форме. Мне нравится очень этот лагерь. Тут очень интересно. Мы играем. Очень классно тут. Какие станции сегодня прошла? Что запомнила? Мы ходили на музыкальную, теперь у нас час физкультуры. Мне понравилась музыкальная физкультура. Чтобы ребята не скучали и сразу же втянулись в развлекательный процесс, администрация пришкольного лагеря в первый же день организовала вертушку. Разбившись на пять отрядов, школьники по очереди путешествовали по тематическим классам. Здесь можно было попробовать себя в прикладном творчестве, почувствовать гроссмейстером, спеть песню и разучить новые танцевальные движения. По нашей программе лагеря «Радуга» мы посещаем и аквапарк, и океанариум, и библиотеки, несколько видов филиалов. Также у нас сегодня первый день организована вертушка. Третья смена пришкольного лагеря «Радуга» приняла 125 детей. Это учащиеся начального и среднего звена. Расписание занятий строго регламентировано и составлено таким образом, чтобы ребята были постоянно заняты. Игра игрой, а обед по расписанию. Для отдыхающих здесь организовано полноценное трехразовое питание. Например, на завтрак была молочная рисовая каша, на обед щи, овощной салат и сосиски с картофельным пюре. А на ужин пшеничная каша и беточки из говядины. Третья смена пришкольных лагерей открылась в трех образовательных учреждениях. В пятой и седьмой школах, а также при Доме детского творчества. За 20 рабочих дней здесь отдохнут почти 300 школьников. Всего по Коголыму этим летом было охвачено более 1200 детей. И это только внутригородским отдыхом. Также организован отдых в выездные лагеря на Черноморское побережье. Это Туапсинский район, Крым, Тюменская область и Анапа. В первую смену у нас выехали около 170 человек. И во вторую и третью смену выехали 188 человек. Еще почти четыре десятка школьников попадут в четвертую выездную смену. 5 августа организованная группа отправится в Тюменскую область, а 6 числа – в Крым. Артем Томильцев, Михаил Суханов. Специально для новостей.